Затопленные верхние этажи, сгоревшая бытовая техника и человек, упавший с третьего этажа. Чем только не запомнился ремонт этого дома их жителям, они признаются, лучше бы ремонта вообще не было. У нас упал рабочий. Мне тарелку повредили. Ну, то есть, ничего хорошего нет, это только ремонт. Начался ремонт еще два месяца назад. Закончится по срокам он должен был 10 июня. Но пока крыша так и не установлена, а дом огорожен сеткой. Как говорят жители, недавно из-за ошибки рабочих у некоторых сгорела техника. Кто-то попрощался с электрочайником, кто-то с телефоном, а кого-то беда настигла посерьезнее. Ремонт начался, у нас сгорел. Обогреватель за 25 тысяч рублей. Потом стиральная машина, два телевизора. Видик еще. Телефон еще я не звалю. При виде нашей съемочной группы прораб умчался на автомобиле, видимо, не желая с нами общаться. Об управляющей компании заявили, что вопросом капремонта этого дома занимаются не они и никакого отношения к происходящему не имеют. В доме 46 по Карламарксу проводятся работы по капитального характера фасад и 100% замене кровли. Заказчиком данных видов работ является главным инвестиционным строительным управлением. Подрядчика тоже выбирали они. Никаких договорных отношений с управляющей компанией нет. На данный момент в ДИСУ отправили письмо с просьбой разобраться и компенсировать ущерб в досудебном порядке. Максим Никитин, Андрей Габсадаров, телеканал «Эфир». Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова